Коммунальные платежи Раисы Буянцева всегда оплачивают в первую очередь. Как ветерану труда, ей положена компенсация за оплату услуга КХ. Сейчас система выплаты этой компенсации изменилась. Деньги начислят только после того, как квитанции будут оплачены. Новая система Раисе Кузьминишне больше по душе. Вся информация поступает в профильное министерство автоматически. И теперь стоять в очередях, чтобы отдать оплаченные квитанции, не нужно. В общем, много квитанций. И свидетельствуют на квартиру, откопировали и шли сдавать в соцзащиту. Там была очень окромешная. Вот сейчас все нормально. Сейчас не ходить. Сейчас все автоматически, очень даже рады. Компенсационные выплаты уже начались, но в начале года многие льготники получили компенсацию меньше прежней суммы. В Министерстве социально-демографической политики поясняют, сейчас система работает в тестовом режиме, в программе возможны сбои и в течение месяца обещают навести порядок. По сути, вот те услуги жилищно-коммунальные, которые люди получили в январе, они их оплачивали в феврале. Мы сейчас получили об этом сведения. И в марте мы надеемся, что будет уже достаточно объективный расчет, более точный и соответствующий тем оплатам, которые люди произвели в феврале за январь. В профильном министерстве напоминают, за своевременную выплату денег люди тоже в ответе. Схема, при которой жители платили за коммунальные услуги раз в несколько месяцев, приведет к задержке и компенсации. Поэтому, чтобы получить выплату вовремя, услуги ЖКХ должны быть оплачены своевременно, то есть до 10 числа следующего месяца. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.